Друзья, у нас сегодня спецвыпуск, у нас в студии министр энергетики Республики Нодор, Виктор Парликов, господин Парликов, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, сегодня мы с вами поговорим не только об энергетике, но с вами поговорим о политической ситуации, тем более вчера было принято решение о введении санкций против некоторых лиц в Республике Мудов, в частности Башканов и Бигути. И вообще хотелось бы услышать ваше мнение, я не знаю, будете высказывать ваше личное мнение, может быть, что-то из того, что обсуждается в политике по поводу того, что происходит в Бигути, здесь на юге, в тех городах и административно-тренциальных единицах, которые, к сожалению, попали в руки организованной преступной группы ШОР. Ну, смотрите, я это сказал даже еще тогда, когда принимали решение комиссии по чрезвычайным ситуациям по поводу исключения из выборов партии ШОР. То, что приходится на уровне политического процесса и на уровне международных санкций делать демарши или принимать решения по поводу определенных лиц, нарушивших закон граждан Республики Молдова, нарушивших закон Республики Молдова, и то, что с ними не справилась наша правовая система, это фактически подтверждение, и мы сами расписываемся в своей несостоятельности как государство именно в этой правовой системе, именно правоохранительной системе, правоприменительной системе. Потому что, по-хорошему, преступник, как там было у Высоцкого, преступник должен сидеть в тюрьме, то есть, если человек нарушил закон, то система правовая, правоприменительная должна сработать. То, что на сегодняшний день и люди, которые были осуждены уже за участие в пресловутом воровстве миллиардах, используют деньги, в том числе на подкупе взбирателей и на формирование, то есть, на влияние влияют напрямую на политический процесс, на демократию, это признак не только того, что наша правовая система слаба и несостоятельна, это еще и срез нашего общества. К сожалению, мы вынуждены, мы должны это признать. Демократия не является, может быть, самой эффективной, самой быстрой формой управления государством. Но демократия является самым справедливой формой управления государством. Потому что демократии управляют те, кому народ доверился, и они представляют народ. Вот какой у нас, собственно говоря, народ, насколько он хорошо понимает, что происходит, насколько он готов сам продаваться, продавать свой голос за гроши, ну, собственно говоря, потом этот же народ имеет результат, который он имеет. Потому что те деньги, которые вкладываются в избирательный процесс, потом у этого же народа будут отбираться. Ну, это понятно. Я бы не хотел, чтобы вы с вами в такие философские рассуждения опускались, тем более вы министр. Ну, простите, да. Вопрос в другом. Когда вы говорите, что государство не состоялось, вы имеете в виду конкретных людей, конкретную часть государства? Да, я имею в виду. И вы сейчас пытаетесь распространить это на все государство? Нет, я говорю именно на правовую систему. То есть наша правовая система показала свою несостоятельность. Правовая система вы имеете в виду прокуратуру? Да, прокуратура суды в первую очередь. И это проблема, которая не только я говорю, не только касается там, не знаю, Шора. Это касается доверия общего людей к государству и правовой системе. Потому что куда бы ты ни поехал, все люди, которые сталкивались с нашей правовой системой, у них огромные претензии. И опять же это показывает, что политический класс не смог решить проблему организовать нормальное функционирование правовой системы, а та правовая система, которая есть на сегодняшний день, она показывает свою полностью непригодность. Ну хорошо, с ней реформируют, понятное дело, что не могут отреформировать ее так быстро, как нам хотелось бы, или как всем хотелось бы, чтобы они были эффективны, ну даже не эффективны, а скажем так, в принятии тех решений, которые отражали бы сути дух закона, скажем так, и справедливости. Но сейчас нужно решать конкретную задачу. Эти люди, к сожалению, пришли к власти, эти люди, к сожалению, захватили эту власть, и там не только подкупы были, там было очень много таких нюансов, которые, скажем так, можно было обсудить, но боюсь, что у нас не хватит этого времени здесь сейчас. Что вы собираетесь делать в Гагаузи и в Тараклии, в частности, потом в Тараклийский район тоже, к сожалению, попал под влияние и воздействие Шора. Район в меньшей степени, в город уже там полностью плотненько контролируется Шором. Если можете сказать лично вы или от имени правительства, как вообще, чтобы вообще как бы изменить ситуацию, потому что, очевидно, и мы видим, что эти два региона сейчас используются для, в особенности Гагаузии используются для дестабилизации или попыток дестабилизации ситуации в стране. Значит, во-первых, нужно понимать, что в итоге нам все равно нужно будет выиграть борьбу за доверие граждан. И это доверие граждан формируется, нельзя формировать только перед выборами. То есть, одна из самых больших проблем, и то, что антагонизирует, и то, что использует в том числе Шор для антагонизации регионов и Кишинева, это как раз вещи, связанные с тем, что разделение на вот мы и они, связанное с тем, что вот нам не уделяют внимания, с нами не общаются, ваше мнение не учитывается и так далее. И я считаю, что... Вы Кишинева считаете, что вы дискриминируете? Я считаю, что нам нужно, и мне в частности, я как член правительства, я как гражданин, я хочу, я буду ездить в эти регионы, я буду общаться с людьми, я был в воскресенье в Чедерлунге. Да, не всегда те, скажем, убеждения, которые я разделяю, я могу донести до людей сразу. Но с этими людьми нужно общаться. Вот вы встречались, мы видели по активности в вашей Фейсбуке с некоторыми людьми в Гагаузии, в Таракли, в частности, в Твореце. Как люди реагируют? С чем вы туда идете? Вы говорите с ними? Очень разные, очень разные. Да, очень по-разному. Например, в Гагаузии, когда я начал говорить со сцены про референдум и про евроинтеграцию. Это сцена где, напомните? В Чедерлунге, там было на дне города, и мне предоставили слово. Я сразу почувствовал, то есть, да, были люди, которые там утвердительно кивали, но я почувствовал общий настрой резко отрицательный. Это говорит о том, что мы недостаточно объяснили этим людям. Какая-то была или просто недоброжелательная яйца? Ну, опять же, я не почувствовал, то есть, ну, никто не кидал тухлые яйца и так далее. Но было видно, что этот нарратив отторгается. Хотя, по сути, мне очень интересно понять, вот, как люди, у которых большинство детей и родственников уехали работать в Евросоюз, и они же видят, что там происходит, правильно? Они же, наверное, тянутся туда не просто так. Почему здесь они считают, что если сделать правила и интегрировать Республику Молдову в Евросоюз, почему они против? Я считаю, что мы, к большому счету, очень сильно уступаем именно в информационном противостоянии. К этим людям надо ходить. С этими людьми надо разговаривать. С этими людьми желательно разговаривать на языке, который они понимают. На русском языке? На русском. Ну, я по-болгарски еще более-менее, а по-гагулски, sorry. Параллельно я понимаю, что вы каким-то образом так определили, что от имени правительства будете ходить общаться с этими людьми? Ну, я, понимаете, я для себя выбрал это как приоритетные регионы, мне никто это не ставил как какую-то там задачу, я не являюсь членом партии, но для меня важно... Я же не спросил вас как член партии. Да, но я считаю, что... Ну, плюс у меня хороший русский язык нормальный, этот, скажем, тоже нужно учитывать. То есть я хочу присутствовать в этих регионах именно для того, чтобы этим людям на понятном им языке и на, скажем, в доступных примерах показать преимущества евроинтеграции. Потому что очень много из того негатива, который люди воспринимают, это отрицание этой евроинтеграции, оно основано просто на каких-то фальшивых нарративах. Это просто ложь, которую никто там, у них, в регионах, понятным им образом не развенчивает. И это является, на мой взгляд, ошибкой нашей, в том числе и в правительстве, в том числе и на уровне, скажем, кишиневских или... Надо ездить, надо говорить. Санкции были введены, да, вот мы сегодня говорим, сегодня передача записывается, получается, в четверг, да, вчера, в среду были введены санкции против Евгений Гуслов. Как это должны читать, с вашей точки зрения, люди в Гагузии, примары и так далее? Вы, да, это я живу в контексте того противостояния, вы наблюдаете за ним, да, примары, региональное руководство, в том числе и правительство, отдельные члены правительства пытаются перетянуть, не то чтобы перетянуть, да, но как бы наладить взаимоотношения с примарами. Ну, во-первых, нужно понимать, что гагауйская автономия была привилегирован, и есть до сих пор привилегированным регионом, по многим точкам зрения, во многих точках, со многих точек зрения, в том числе и в финансовом плане. И это задача уже внутренних, скажем, элит внутри гагаузской автономии, как эти, скажем, преференции, как эти привилегии использовать на благо людей, чтобы люди почувствовали какое-то развитие. Мне показалось, что на определенном этапе гагаузия очень умело привлекала сюда финансирование международных организаций. И Евросоюза, и США, и Румынии, и Турции. И это просто, то есть, и это было, и это хорошо, это нормально. Теперь уже встает вопрос, как эти деньги превратить в нечто ощутимое для людей здесь, в развитие здесь, в места рабочие здесь и так далее, и так далее, чтобы люди почувствовали вот эту помощь. До прихода Шора более-менее это получилось. Вот, и я к этому иду, что сейчас, во-первых, и это не выбор Кишинева, сейчас, я думаю, что, во-первых, финансирование региона будет существенно сокращаться. Ну, потому что мы... С чем? С стороны международных организаций. И паримары это чувствуют первыми, потому что их проекты потом режутся, с их проектами потом сложности и так далее, и так далее. Поэтому я прекрасно понимаю две категории людей в Гагауде, это бизнес и примары, которые, ну, совершенно не в восторге от того, что... У вас есть контакты с каким-то бизнесом, вы говорите о знаниях, делали ли это? Ну, я общаюсь, я общаюсь, я всегда, когда выезжаю в территорию, я стараюсь организовать дискуссии отдельно с примарами, отдельно с бизнесом и отдельно уже там масс-медиа. То есть на уровне руководства регионовских контактов нету, да, у вас лично? Смотрите, нету, и сегодня мне задал, на ГРТ, ГРТ мне задал вопрос, типа, вот, не хотите ли вы встретиться с руководством региона. Руководство региона было приглашено на встречу со всеми, в том числе с примарами. То есть было приглашено, это их выбор, не ходить на такого рода встречи. Если они потом будут рассказывать, я не знаю, если я смогу смотреть эти передачи или материалы, но прошу коллег, чтобы они, да, просмотрели. Но если они будут рассказывать, что вот, просто мы не хотим с ними встречаться, то это опять ложь, потому что на самом деле отказывались встречаться они, отказались встречаться они. Все были приглашены. Про руководство региона. Когда отказались встречаться? Ну, вот сегодня была у меня встреча со всеми органами местного самоправления. Были примари, были приглашены руководители районов и были приглашены руководители АТО Гагауди. Руководители АТО не пришли. Конкретных управлений или глава исполков? Наверное. Я, честно, не знаю. Этим занимался господин Казанжи, который представитель правительства, да, госканцелярия территории. Но он сказал, что он пригласил руководство АТО. Ну, они, наверное, сейчас в замешательстве не знают, что делалось с этой санкцией, да? Ой. Санкции, как это, вообще сигнал, то есть как это должны читать люди, понимаете? Потому что я понимаю так, что, как бы, Евгения Гуцу становится человеком парьей, да, грубо говоря, да? Нонграта. Нонграта, который, контакты с которыми очень опасны для, во-первых, бизнеса и для любого другого рода деятельности. И те, у кого есть какие-то обязательства и не могут соскочить, то у них есть теперь конкретный повод соскочить. Потому что, когда они брали на себя какие-то обязательства перед Шором, еще этого не было, да, санкций не было, да. И о санкциях, я уверен, они не говорили. Безусловно, хотя, опять же, Шор под санкциями давно, а аффилирование Гуцу с Шором было известно с самого начала. То есть, опять же, возвращаюсь, есть много срезов, о которых можно говорить. Один из срезов, да, срезов, он очень такой юридический, что это означает с точки зрения, там, не знаю, свободы перемещения, там, активов, господи Гуцу или там еще чего-то. Да, там, она в Америку не собиралась, собиралась, это уже такой вопрос. Да, да, но для меня самый важный срез – это люди. И это то, во что верят эти люди и то, как сделать так, чтобы люди, которые выбирают себе власть, не выбирали себе на голову шарлатанов. Еще раз говорю, вот в энергетике это было видно просто сразу. Когда? Когда вы пришли? Нет, когда господи Гуцу вышла и объявила газ по 10 лет для Гуцу. Ну да, это вообще было. То есть для меня было очевидно, что это вообще не о газе. То есть вы считаете, что они даже не собирались поставлять газ? Я считаю, что они изначально знали, что это невозможно. И они, даже если вы посмотрите момент, когда это было сделано перед выборами, понятно было, что это чисто электоральная акция, то есть чисто предвыборная акция. И я думаю, что отчасти тот высокий результат, который Шор получил, он был связан в том числе и с этим. Еще раз говорю, Шор объявил дешевый газ в апреле месяце. Никто не мешал ему до октября хоть что-нибудь поставить. Потом вышла Гуцу, уже объявила, что будет по 10 лей, но с 1 декабря. И какие-то договоря подписали? Подписали, даже показали какие-то бумаги. Потом в конце ноября или в начале декабря вышли, сказали, что вот нет, мы до границы и вот по такой-то цене. Слушайте, любой человек, который знает, как работает газовый рынок, и любой человек, который знает более-менее процедуры, было сразу понятно, что это невозможно. Вот они говорят, что вы ставили препятствия. Какие? Ну давайте разберемся, какие. Вот пускай скажут что-то конкретно. Я сразу, во-первых, заявил, если, то есть есть процедура, вы сказали, что с 1 декабря будет газ по 10 лет, по 10 лей, так? Окей. И для того процедура, я ничего не придумываю, процедура смены поставщика длится 20 дней. Значит, на 1, на 10 ноября мы должны были иметь, ладно, не 100 тысяч или сколько там мест потребления в ГАУЗе, 10 тысяч заявлений о смене поставщика. В Молдову газ, правильно? В Молдову газ. Их не было? Ноль. И первое заявление, если я правильно знаю, насколько я знаю, может быть я ошибаюсь, но насколько я знаю, первое заявление о смене поставщика подал сам директор этой компании и подал его, знаете, когда? Когда? В конце ноября. То есть он месяц сам... Когда он вообще говорила, что же вы не подаете заявление? Да, да. То есть он сам ему подал в конце ноября, и когда пришло время поставлять, вот там они начали говорить, что им кто-то мешает. Еще раз, кто? Банки им не дают гарантии, кто-то еще им там чего-то не дает. Слушайте, господа, какие ко мне притомить? Кто вам мешает? Если вы умеете, если вы хотите, если вы можете заниматься поставкой газа, займитесь. Еще раз говорю, есть компании на рынке в Молдове, которые не машут лицензиями, помимо Молдова газ, которые не машут лицензиями, их было формально больше, но активных было 3-4 компаний. И все эти компании поставляли газ, у них есть лицензия, они брали газ из разных источников, у них были разные потребители, они между собой дрались за крупных потребителей. Вы название этих компаний, вам практически ничего не скажете. Никто из них на конференции, пресс-конференции не ходил, и никто из них никаких политических шоу из этого не строил, потому что они заняты делом, они поставляют газ. Они зарабатывают деньги, да? А что с этой, в конечном итоге, с этой компанией Нордгаз в фурнезале? Она жива, не жива? Не знаю, сейчас, честно, не интересовался, но по сути, я это просто привел как пример, что механизм очень простой. Ты перед выборами надуваешь какой-то, делаешь какой-то пузырь, на основании этого пузыря ты получаешь вотум доверия людей на 4 года, и в том 4 года ты этих людей отбиваешь себе инвестиции. Тараклия. Болгария активна в Тараклии, с вашей точки зрения? Помогает? Это была одна из причин, почему я выбрал, в том числе, и Тараклию. Во-первых, у меня отец из Тараклийского района, из Твардицы. Во-вторых, я чуть-чуть на ломаном, но на болгарском все-таки говорю. У меня была возможность встретиться с министрами названных дел на тот момент Болгарии госпожой Мария Габриэл. Очень быстро нашли общий язык. Они выделили, фактически в течение нескольких недель, они выделили дополнительные деньги на Тараклийский район в прошлом году. И вот в этом году реализовывается где-то 8 проектов. Два из них Твардицы, сейчас Твардицы тоже будет еще, третий проект, связанный с отдельно, то есть это отдельное финансирование, связанное с пищеблоком в лицее. Но 8 проектов в Тараклийском районе за, скажем так, один год, я считаю, что это только начало. Если мы докажем, что мы можем адекватно эти деньги использовать и превратить в эффекты для людей, я уверен, что Болгария будет наращивать это финансирование. И не только для Тараклийского района, потому что болгарские села есть и в других районах. И я считаю, что это и для меня это вот какая-то, не знаю, дань справедливости, что ли. Потому что, слушайте, давайте так, серьезно. Слушай, Болгария же всегда выделяла, почему эта помощь не была видна? Вот это одно. Насколько я знаю, там каждый год, по-моему, по миллиону евро. То же самое, те же самые вопросы люди должны задавать тем, кому эта помощь выделялась. И где деньги ЗИН, что называется. Это опять же вопрос тот же, который я задавал и про ВГУ с автономной. То, что если деньги приходят, это одно, это классно. Но второе, это как эти деньги превращаются в эффекты для людей. И то, что мы сейчас хотим показать в этом году, что будут восемь проектов очень четкие, видные. Конкретные. Это какие? Вот сейчас, например, в Тварнице я был, там было, речь шла о засадке 12 гектаров леса. Чтобы вы понимали, конечно, на данный момент еще рано говорить по поводу приживаемости, потому что приживаемость считается осенью. Но вот на момент, когда мы смотрели, приживаемость была 96%. Это фантастик. Для юга, для почв юга. Что посадили? Очень, потому что все подошли по науке. Я сейчас не помню уже все эти названия. Образные получают. Но там очень, очень продуманная, очень грамотная, проделанная работа. И я поздравляю ребят, которые это делают. Я увидел, и мне объяснили, они могли объяснить, почему именно эта культура, почему именно эта культура, почему именно в такой очередности. И это классно, что у нас есть люди, которые могут настолько профессионально этим заниматься. Еще один проект, например, в Тварнице, это КУПС, элементарный. Тварнице это самый отдаленный от райцентра, населенный пункт Тараклейского района. Чтобы поехать в Тараклию, чтобы сделать какой-то документ, надо в Тараклию ездить минимум два раза. Им Чедерлунга ближе. Им Чедерлунга ближе, но документы можно делать в Тараклию. Только в Таракли. Им нужно было два раза 60 километров туда, 60 обратно, 60 туда, 60 обратно. Один раз отвезти документы, другой разобрать. Когда, то есть сейчас, начиная где-то с 1 июля, там начнет работать, может быть чуть позже, но вот уже-уже. Начнет работать, называется, единый центр предоставления публичных услуг. Они все эти документы смогут получить там, в Твардице, не отходя от КАС. Там будет человек, там будет он обучен, работать с базами данных. Такой офис ОСП, да? Да, да, да. Офис ОСП. Твардице очень интересно, там есть такой товарищ по фамилии Луцук, который монополизировал фактическую эту зону свободного предпринимательства. Но он для Гагаузи интересен еще и тем, что его интересы каким-то образом распространяются и на Гагаузи. Вот недавно мы писали о том, что компании, аффилированные с ним, каким-то образом выходят, есть статья, да, которые претендовали на какие-то, я не знаю, управляют этим, но он как минимум числится там, или его компании каким-то образом числятся в учредителями и так далее. Получили, еще при Фармузале какой-то договор заключили в рамках договора об инвестициях, получили, обязались вложить 11 миллионов лей и пользовались налоговыми преференциями здесь в Гагаузи. И за 10 лет фактически от невыплаты налогов заработали до 180 миллионов лей. Мы речь идет о компании, по-моему, Интертабак она называлась, каким-то образом там в конце ведут господину Луцку. И очень многие говорят, что там, в принципе, как бы село каким-то образом монополизировано. Город? Город, да, извините. Прошу. Да, прошу прощения. Да. Твардичане, извиняйте. Ну, давайте так. Так, любая монополизация – это плохо, а монополизация экономической деятельности в отдельно взятом регионе – это чревато и политическими последствиями. То есть вы подтверждаете, что там происходит весь монополизация? Ну, слушайте, я не знаю, что еще в Тварднице работает более-менее изменяемо, кроме каких-то, не знаю, региональных сетей, там, Линелло, нефтяники и так далее. Тебе вывезли в автозаправочную станцию? Да, заправочную станцию. А то, что создает большинство рабочих мест, малый и средний бизнес, я очень хочу посмотреть, куда делась там, не знаю, бывшая швейная фабрика, куда делись какие-то еще инвестиции, которые могли создавать там альтернативные рабочие места. И для меня самое важное, чтобы кто-то не считал, что может монополизировать, что это его личная какая-то, не знаю, феодальный надел, в котором он решает, кому жить, кому не жить, кому работать, кому не работать. То есть, там должна быть в первую очередь нормальная среда для экономической активности, чтобы там появлялся бизнес, чтобы там появлялись рабочие места. И тогда, в том числе и с политической точки зрения, это будет не так опасно. То есть, уже влияние на людей такого, которое там есть, это будет оказывать меньше. Опять же, я, у меня нету каких-то там предубеждений, или я не собираюсь заниматься такой телевизионной юстицией по поводу господина Луцка. Если есть претензии к нему, не знаю, в налоговых органах или еще кого-то, пожалуйста, пускай займутся. Но меня смущает то, что тот бизнес альтернативный, который появляется в Твардице, он как-то потом вдруг уходит. И мне это не нравится, потому что это... И конкретный пример его? Ну, я один сказал, но есть, я думаю, что будут еще. И, опять же, важно, чтобы те деньги, и та помощь, и та открытость Евросоюза, которая есть для Республики Молдова, и от Болгар, в частности, к Тараклийскому району и к болгарам, проживающим здесь, чтобы она превращалась в ощутимые эффекты для этих людей. Потому что как мы хотим, чтобы гагаузы, болгары, другие поддерживали евроинтеграцию, если им рассказывают, с одной стороны, что деньги Европа дает, а у них деньги не чувствуются ни в карманах, ни в бизнесе, ни в чем. Но, естественно, у них первый вопрос, наверное, кто-то ворует эти деньги. Так вот, для меня важно, чтобы те проекты, которые финансируются в Болгарии, в России... Но в гагаузе бизнес почувствовал эти деньги от Европейского государства за эти 14 миллионов. Это прекрасно, это прекрасно. Еще раз говорю, для меня важно, чтобы люди понимали, и я, кстати, бизнес в гагаузе, именно, наверное, потому что они почувствовали эти деньги у себя, именно поэтому я не видел какого-то отторжения идеи европейской интеграции среди бизнесменов. Я не видел отторжения идеи европейской интеграции у большинства примаров. Есть, конечно, более политизированные, есть по-разному, но все-таки нету такой прям ярого настроя на отторжение евроинтеграции. Среди бизнеса вы имеете в виду, да? Особенно среди бизнеса. Именно потому, что если до них деньги доходят, они понимают конкретную выгоду для себя. И я хочу, чтобы эту конкретную выгоду поднимали не только и чувствовали у нас в своей жизни, не только, там, не знаю, бизнесмены, чтобы это чувствовал каждый человек. Вот мы будем запускать программу. Ну, хорошо, вот дорогу построили, вы по дороге, наверное, сюда приехали. Школы отремонтировали. Ремонтируются, и надо продолжать ремонтировать. Их много... Неужели люди не чувствуются? Я думаю, что, во-первых, не всегда они связывают это с помощью Евросоюза или с ролью центральных властей. Возможно, они считают, что это, не знаю, мало ли, может, это Путин подарит. Я думаю, что они не считают. Вот. Может, вот. Я думаю, что над этим надо работать. И, второе, нужно объяснять и нужно показывать, как то, что делается в рамках евроинтеграции, опять же, будет влиять конкретно на их жизнь и на их карман. Потому что, еще раз говорю, я скажу просто по... Раз мы уже сегодня практически вообще про энергетики не говорили. Да, мы уже полчаса пишем, я бы хотел буквально еще минут пять поговорить поэнергетски. Но раз мы говорим про программы энергоэффективности, а кто... финансировал, финансирует и в рамках какого законодательства и какой модели развития мы будем финансировать из государственных фондов, из международных грантов инвестиции в энергоэффективность домохозяйств. То есть, вот сейчас, например, в той же Чеберлунге есть три дома, которые участвуют в проекте. Не знаю, сколько в итоге будет профинансировано. Три многоквартирных дома. Три многоквартирных дома, которые будут утепляться, будут проводиться работы по их энергоэффективности. То есть, увеличение... Это он идет через примарию, через какой-то... Примария является... То есть, они делают свой вклад, но они своим вкладом компенсируют вклад жильцов. То есть, программа построена так, что 70% гранта это от государства, от правительства. От правительства. Которые, да, правительство берет эти деньги во многом у доноров, либо из... Ну, то есть, из госбюджета. И часть денег это вклад граждан. Сообщество должно вложить. И, соответственно, я хочу, чтобы люди понимали, что мы не сможем это делать просто, скажем так, то есть, мы сможем это делать, но это будет гораздо медленнее, если мы это будем делать собственными ресурсами. Там идет речь об утеплении дома и какие-то... Утепление дома, и люди поймут сразу и качество, и с точки зрения комфорта, и с точки зрения счетов. Понятно. Энергоэффективность. Сейчас реализуется один большой проект по Исаакчику, конечно. Это... Когда он завершится? Это запланировано на конец 2025 года. И этот проект нужен для того, чтобы обеспечить хотя бы тот миним... То есть, у нас уже обеспечен минимальный уровень энергобезопасности, но это... Альтернативный источник, да? Да, улучшит, скажем так, снабжение электроэнергией. Мы сможем поставлять электроэнергию из Румынии напрямую в Кишинев, не завися от маршрута через Энграс, через Приднестровье. Долгом мы с вами также говорили, это то, как вы стали министрами, по-моему, даже после того, как вы уже заняли эту должность. Приднестровье. Появилась недавно новость, новость о транспортном транспортном транспорте, который зарегистрировался на правом берегу. Это хорошо. Получил документы. Они готовятся к концу 2024 года, когда у украинской транспортной, газотранспортной компании исчет контракт с Газпромом. Что вообще это, к чему это приведет вообще? Ну, если я правильно понимаю, это нужно было для того, чтобы они могли нормально рассчитываться и вести расчеты с Вестмолтрансгазом. Потому что Вестмолтрансгаз тоже, у них черепи Молдова-Трансгаз, Вестмолтрансгаз, там есть коммерческие взаимоотношения, все понимают, что Вестмолтрансгаз не может управлять транспортной и газотранспортной системой в Приднестровском регионе. А Вестмолтрансгаз это чья компания? Это дочерняя компания румынского Трансгаза. И, соответственно, для того, чтобы там эти услуги между собой рассчитывать как услуги, нужно было Это в том случае, если Молдова-Газ не сможет поступать, поставлять газ? Это не для поставки. Это транспортная система. Это отдельно. Но то, что Тираспольтрансгаз регистрируется и то, что Тираспольтрансгаз скажем так, потихонечку интегрируется в юридическое правовое поле республики Молдова. Это правильно, это хороший знак. Я думаю, что постепенное сближение берегов Днестра именно так и должно выглядеть. Спокойно, мирно, без какой-то без эксцессов, без дерганий. И я думаю, что мы в итоге придем к мирному, спокойному, политическому регулированию Приднестровского конфликта. Так, с поставками газа из России? Поставками газа очень просто. На с конца... Прежде всего, 5 миллиардов, по-моему, да? 5 миллионов кубических метров. Опять же, это Газпром решил. То есть были заказаны объемы одни. Газпром ограничил их тем, чем ограничил. Соответственно, мы исходим из того, что в следующем году будет примерно то же самое. Но единственное, что... Даже если с учет контракт, с этим контрактом что-то? Да, но единственное, что те объемы, которые раньше поставлялись через Украину, сейчас через Украину поставляться напрямую не смогут. То есть прямо из России в Украину и в Приднестровье не смогут. Потому что в отсутствии контракта между Украиной и Россией там просто не будет перетоков на границе Украина-Россия. Соответственно, единственный известный, скажем так, альтернативный маршрут, это из Турции этот газ качать обратно реверсом через Болгарию и Румынию в Приднестровье. То есть Молдова по-прежнему сможет получать Газпромовский газ, но уже по этому маршруту. Да, там встанет вопрос, конечно, нужно решить и Молдова-Газ занимается этим вопросом. Потому что все равно нужно будет прокачать через Украину, потому что из Румынии оно не напрямую в Республику Молдову, а через... Учаточек, да? Да, есть участочек на станции Орловка, куда она заходит. Поэтому нужно будет решить этот вопрос, но, насколько я понимаю, решение... А они не смогут его закачивать через Яшунген. Технически подать достаточное количество газа в Приднестровский регион, особенно в сторону Молдавской ГРС, любым другим путем, чем через Трансбалканский газопровод, крайне сложно, невозможно, технически невозможно, без больших инвестиций дополнительных в компрессорные станции. Просто потому, что вся система была построена именно на том, что газ, как бы основная артерия газовая, это бывший Просбалканский газопровод. То есть есть ожидания, что Приднестровье дальше по-прежнему будет получать российский газ? Да, есть. То есть мы, по крайней мере, не будем препятствовать поставкам, продолжения поставок газа из Газпромовского газа в Приднестровский регион. Есть контракт, есть контракт с Молдова-Газ. Если Газпром выполнит и Молдова-Газ его будет выполнять, то в Приднестровье, в Приднестровском регионе проблем с газом не будет. И, наверное, последний вопрос по поводу электроэнергии, которая сейчас закупается у Молд-Гресса. Это будет и дальше? или... Ну, одна из причин, по которой мы заключили контракт до конца 2024-го было именно потому, что мы как-то как бы это сказать, ну, существовали риски для неопределенности, связанных с концом, то есть, что будет происходить после истечения контракта. Ну, сейчас эти моменты вроде проясняются, поэтому я думаю, что к концу года мы опять вернемся к вопросу о переговоре о новом контракте и уже там будем обсуждать. К концу года имеется в виду прям в конце года или еще пора? Ну, я думаю, что мы не будем, да, не будем это прям. Из париков я говорю, что пришли к нам в эфир, нам в студию и ответили на наши вопросы. Большим удовольствием. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин